Беседа, 71-я, страница 472. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, «Знаете ли, что я сделал вам?» Иоанна, 13-12. «Опасно, возлюбленная, опасно впасть в глубину зол, тогда уже трудно бывает душе исправиться. Поэтому нужно всячески стараться не быть уловленным вначале, потому что легче не вдаться в зло, чем вдавшись исправиться. Посмотри на Иуду. Когда он вверг себя в зло, то сколько не получает помощи, все не восстает. Сказал Христос, обращаясь к нему, «Один из вас дьявол». Сказал, «Не все веруют». Иоанна 6, 70-64. Сказал, «Не о всех говорю, и я знаю, кого избрал». 13-18. «Но ничего этого не чувствует. Когда же умыл ноги и надел одежды свои, возлег и говорит, «Знаете ли, что я сделал вам?» Это говорит, обращаясь уже не к одному Петру, но и ко всем. «Вы называете меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то». Итак, если я Господь и Учитель умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. «Вы говорите, я Господь», ссылается на их суждение. Потом, чтобы не показалось, что это слова их приязни, присовокупляет, «я действительно то». Таким образом, приведя их собственные слова, он тем самым делает их не тягостными, а подтвердив приведенные слова своим словом, отстраняет от них всякое подозрение. «И я подлинно то», говорит он. Видишь ли, как беседой с учениками, он гораздо открытий и говорит о самом себе. Как сказал он, «Не называйтесь Учителями на земле, ибо один у вас Учитель». Так же сказал, «И Отцом не зовите никого на земле». Матфея 23.8. А выражение «Один» и «Один» сказано не об Отце только, но и о нем. Если бы он говорил, не разумея здесь и себя, то как он мог сказать, «Да будете сынами света». 12.36. И опять, «Если бы называл Учителем одного Отца, то как же говорит, «Есть» и еще, «Я один наставник ваш, Христос». Матфея 23.10. «Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что и я сделал вам». Но ведь это не одно и то же, потому что он Учитель и Господь, а вы между собой рабы. Что же значит «так же», с таким же усердием? Для того он и берет примеры от большего, чтобы мы делали хоть меньшее. Так и Учители пишут для детей весьма красивые буквы, чтобы они хоть не завершенно подражали им. Что же теперь презирающие своих собратьей? Что теперь требующие почестей? Христос умыл ноги предателю, святотатцу и хищнику. И самое время предательства, несмотря на нераскаянность, сделал его общником трапезы. А ты гордишься и надмиваешься. Так значит, скажешь, мы должны умывать ноги друг другу, следовательно и рабам. А что же особенного, если и рабам? Здесь рабы свободные различаются только по имени, а там по существу дело. Христос по естеству Господь, а мы рабы, однако же. Он не соотказался это сделать. Но теперь приходится довольствоваться, если и с свободными мы не поступаем, как с рабами, и купленными невольниками. И что мы тогда скажем? Мы имеющие образцы такого долготерпения, нисколько не подражающие им, а поступающие совершенно напротив, без меры, превозносящиеся и не воздающие должного. Ведь Бог сам сначала совершив это, умыл ноги, сделал нас должниками друг другу, хотя мы обязаны воздавать друг другу и меньше того, что он сделал, так как он Господь. А мы, если будем делать это, будем делать для подобных нам рабов. На это самое он указал словами. Если я, Господь и Учитель, ищу, так и вы. Следовало бы сказать, тем более вы, рабы. Но он предоставил это совести слушателей. Но почему же он сделал это теперь? Потому что ученики скоро уже должны были исподобиться чести. Одни большие, другие меньшие. 474 Поэтому, чтобы они не возносились друг над другом и не говорили, как прежде, кто из нас больше и не негодовали друг на друга, он у всех отнимает высокомерие, говоря, хотя бы ты был очень велик, ты не должен нисколько возноситься над братом. И не сказал того, что важнее именно, если я умыл ноги предателю, то что велико в том, если вы будете умывать ноги друг другу. Но, показав это на самом деле, предоставил судить о том зрителям. Поэтому он говорил. «И кто сотворит и научит, тот великим наречется» Матфея 5.19 Потому что учить по-настоящему – это значит исполнять самым делом. Такое учение, какое не истребит надменности, какое не уничтожит гордость и высокомерие. Сидящий на херувимах умыл ноги предателю, а ты, человек, земля и пепел, перский прах, превозносишься и высокомудрствуешь. И какой же будешь достоин ты гиенны, если ты действительно желаешь иметь чувства высокие, приди, и я покажу тебе путь, потому что ты даже не знаешь, что это значит. Кто прилипается к настоящему, как к чему-то великому, у того душа низкая. Поэтому и смиренно мудрее может быть только при величии души, и надменность только от низости души. Как малые дети пристрастны бывают к ничтожным вещам, к мячикам, обручам и костям, а великим не могут иметь и понятия. Так точно и здесь. Кто любомудрствует, тот будет считать за ничто благо настоящее, и потому ни сам не захочет иметь их, ни у другого не возьмет их. А кто не любомудрствует, тот будет думать иначе, будет пристрастен к паутине, к тени, к сонным мечтам и к тому, что еще ничтожнее этого. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженно вы когда исполняете. Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал, но да сбудется писание, едущий со мною хлеб поднял на меня питул свою. Стих 16, 18. Что сказал прежде, то и теперь говорит, для увещания их. Если раб не больше господина своего и посланник не больше пославшего его, а мною это сделано, то тем более вам должно делать это. Потом, чтобы кто-нибудь не сказал, для чего ты это говоришь, разве мы не знаем этого, присовокупил следующее. Я говорю вам не потому, будто вы не знаете, но для того, чтобы вы осуществляли на самом деле мои слова. Знать могут все, а делать не все. Потому он и сказал, блаженны вы когда исполните. Потому же именно, и я непрестанно повторяю вам об этом, хотя вы и знаете, чтобы расположить вас к делам. Ведь и иудеи знают, но они не блаженны, потому что не исполняют того, что знают. Не о всех говорит вас говорю. О, долготерпение! Еще не открывает предателя, а напротив прикрывает его дело, подавая тем ему случаи к покаянию. И открывает, и не открывает, говоря таким образом. Идущий со мною хлеб поднял на меня питу. Мне кажется, что слова раб не больше господина своего сказаны и для того, чтобы те, которым случится потерпеть зло от рабов или от каких-нибудь ничтожных людей, не соблазнялись, зирая, например, иуды, который, получив бесчисленные благодеяния, заплатил злом благодетелю. Поэтому и присовокупил идущий со мною хлеб. И оставив все прочее, сказал о том, что по преимуществу могло его удержать и пристыдить. Тот говорит, кого я питал, кого я сделал участником своей трапезы. Это он говорил, научая благодетельствовать людям, делающим нам зло, даже и тогда, как они неисправимы. А так как он сказал, не о всех вас говорю, то чтобы не навести страх на многих, он отделяет, наконец, иуду, говоря так «Идущий со мною хлеб». Выражение «не о всех» не указывает непременно на одного. Поэтому он присовокупил «Идущий со мною хлеб», показывая этому несчастному, что он подвергается его нападению не по неведению, но совершенно зная, это опять больше всего могло удержать его. И не сказал «предаст меня», но поднял на меня пету, «чтобы тем выразить коварство, лукавство и скрытность его замысла». 475. Все же это написано для того, чтобы мы не были злопамятны к обидчикам, но вразумляли и оплакивали их. Действительно, слез достойны не те, которые терпят обиду, но те, которые причиняют ее. Лихоимец, клеветник и всякий, делающий какое-либо другое зло, вредят гораздо больше самим себе. А нам приносят величайшую пользу, если мы не мстим за себя. Положим, например, «в такой-то ограбил, а ты за обиду возблагодарил и прославил Бога». Через это благодарение ты приобрел себе бесчисленные награды, равно как тот приготовил себе неизреченный огонь. Если же кто скажет «что ж, если я не мог отомстить обидевшего меня, потому что я слабее его», то я отвечу «вот что». Ты мог сердиться и гневаться, потому что это в нашей власти, желать зла отпечалившему, тысячекратно проклинать его и всюду бесславить. Следовательно, кто этого не сделал, тот получит награду и за то, что не мстил, так как, очевидно, он не стал бы мстить и в том случае, если бы мог это сделать. Ведь обиженный, если он малодушен, пользуется всяким оружием, мстит обидевшему проклятиями, ругательствами, наветами. Итак, ты не только не делай этого, но и молись за него. А если ты не только не сделаешь этого, но и станешь молиться за него, то будешь подобен Богу. Молитесь, сказано, за творящих вам на пасти, и да будете подобно Отцу вашему, который на небесах. Матфея 5, 44. Видишь, какую великую пользу получаем мы от обид, причиняемых нам другими. Ничем так не услаждается Бог, как тем, когда мы не воздаем злом за зло. Но что я говорю, когда не воздаем злом за зло? Ведь нам заповедано воздавать противным, благодеяниями, молитвами. Поэтому и Христос воздал, хотевшему предать его благодеяниями. Именно умыл ноги, обличал тайно, укорял скротостью, служил, удостоил его трапезы и целования. И хотя Иуда и от этого не сделался лучше, однако же он не переставал делать свое. Но если хочешь, я научу тебя и примерам рабов, и в особенности рабов-петхозаветних, чтобы ты видел, что мы не можем иметь никакого извинения, когда бываем злопамятны. Итак, хотите ли, я скажу вам о Моисее. Или не вознеси ли слово еще далее? Ведь чем древнее будут представлены примеры, тем будут они убедительнее. Почему же так? Потому что тогда добродетель была труднее. Жившие в то время не имели ни письменных наставлений, ни примеров жизни, подвязались одна только природа, без всякой посторонней помощи, и принуждена была всюду плавать без всякой опоры. Потому-то Писание, похваляя Ноя, не просто назвало его совершенным, но присоокупило в роде своем, то есть в такое время, когда было много препятствий. Конечно, после него прославились и другие, однако ж он ничем не будет меньше их, потому что он был совершен в свое время. Кто же был долготерпелив прежде Моисея? Блаженный и доблестный Иосиф, который, прославившись целомудрием, не менее прославился долготерпением. Его продали, между тем, как он не сделал никакой обиды, но служил, работал и исполнял все свойственное рабам. На него возвели злую хулу, но он не мстил, хотя имел и отца на своей стороне. Напротив, он даже понес братьям пищу в пустыню, и когда не нашел их, не отчаялся и не возвратился назад, хотя имел к тому случая, если бы хотел, но всегда сохранял истинно братское расположение к этим свирепым и жестоким людям. Опять, когда он сидел в темнице и был спрошен о причине, он не сказал о них ничего худого, а только «Ничего я не сделал, и я украден был из земли евреев». Бытие 40.15 И после этого, когда снова получил власть, он и питал их, и избавил от бесчисленных зол. Так-то, когда мы бодрствуем над собою, злоба ближнего не может отвратить нас от добродетели. Но не таковы были его братья, они сняли с него одежду и хотели убить его, и поносили его за сновидение. Он принес им пищу, а они замышляли лишить его свободы и жизни. Сами ели, а брата, бросив ногово в ров, презирали. Что может быть хуже такого зверства? Каких убийц не были они бесчеловечнее? А потом, извлекшие изорва, они предали его тысячи смертей, продали людям иноплеменным и диким, отправлявшимся к варварам. Но он, сделавшись царем, не только немстилы им, но освободил их, сколько было в его власти, и от греха, назвав все случившееся делом промысла Божия, а не их злобы. И все, что он не сделал с ними, сделал не с тем, чтобы отомстить за обиду, но притворно ради брата. От того-то, когда увидел впоследствии, что они не отпускают от себя его брата, тотчас сбросил с себя личину, стал громко рыдать и обнимать их, как будто бы они, прежде погубившие его, оказали ему величайшее благодеяние, перевел их всех в Египет и осыпал бесчисленными благодеяниями. Какое же мы будем иметь оправдание, когда после закона и благодати, после такого умножения любомудрия, не подражаем и тому, кто жил до благодати и закона? Кто избавит нас от наказания? Нет, истинно нет ничего хуже злопамятства. Это же показал и должник 10 тысяч талантов. Сначала ему долг был прощен, а потом снова потребован прощен по человеколюбию Божию, а вновь потребован за его жестокость и злопамятство к своему слуге. Матфея 18, 24 Зная все это, будем прощать грехи нашим ближним и воздавать им добром, чтобы и от Бога получить милость по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.